Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на канале МоссАрм. Сегодня видос необычный. Сегодня я вас познакомлю с нашим залом. Это клуб единоборства Легенда. То самое место, которое является домом для команды МоссАрм. И прямо сейчас мы покажем свою обычную тренировку. Те упражнения, которые мы делаем, столы, которые у нас стоят. И самое главное, что мне хочется, чтобы вы прочувствовали, это чтобы вы прочувствовали ту самую атмосферу, которая царит в нашей команде. Давай мы начнем обзор не просто типа там со столов или еще чего-нибудь типа такого, а начнем обзор с того ковра, который создает стиль вообще всей атмосферы здесь у нас в команде МоссАрм. История этого ковра очень-очень старая. Все его знают и видели на чемпионате мира в РПФ 2021 года, если я не ошибаюсь. Тогда мы его туда притащили, это был на ВДНХ, и с тех пор он оттуда сюда переехал. И все, обосновался здесь, в нашем зале. Сперва, так как мы пришли на тренировку, первое, что нужно, это нас парни все собираются. Когда они соберутся, у нас будет разминочка как следует. После этого работа с железом и после этого спарринги. У каждого из парней есть своя программа тренировок, по которой они жестко пашут. Вот, исправляя свои какие-то недочеты, минусы, те, которые есть, там слабые кисти и прочее, переводя в плюсы, потихонечку их укрепляя. Вот, и таким вот образом мы потихонечку работаем за столами в конце тренировки. Вот, а потом врываемся на какие-нибудь турниры жестко или не врываемся. Там уже у кого как. А, собственно, сейчас мы ждем всех парней, когда они соберутся и потом как ворвемся в разминку. Поехали! 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 Третий! Итак, погнали! Разминка пройдена. Сейчас у нас у каждого работа по задаче, по программе. Она выстроена исходя из того, у кого что отваливается. Отваливается кисточка. Кисточка укрепляема. Хочет бороться с верхним человеком? Только в путь. Вот. А что у нас для этого есть? У нас для этого есть блочок, который вы знаете еще с времен армгаража. Который стоял еще в гараже, который был белый, который был прям вот. Мы его обслужили, покрасили. Он прям красивый, чистенький стоит, радует. На самом деле эта история, история у этого блока гораздо длиннее и дольше. Но знают ее уже единицы. У нас есть самопальный блок, у нас есть рукоятки, у нас есть еще рукоятки, у нас есть еще рукоятки. Корейские ручки. У нас есть ручки на лямках. Ручки на лямках. Про именно ручки, которые мы используем для того, чтобы бороться на руках, вернее, ну работать с блоков. Это вообще отдельный разговор, мы по ним тоже пройдемся. Ну а сейчас все то, что есть, это 5 столов, которые сразу же бросаются в работу. И после того, как мы отработаем, за ними же будет происходить борьба. Мы присаживаемся прямо на пятую точку и с пятой точки прям маленькими садочками поднимаемся на самый верх. Потом также плавляем маленькими садочками и спускаемся также на пятую точку. Короче, фишка нашего зала в чем? Я ждал эти ручки очень и очень долго. Есть себе такая страна Корея. В ней живет очень хороший человек, который занимается арместингом. Я сейчас не про эти ручки говорю, а про вот эти на балдажнике расширители грифа, которые не совсем похожи на расширители грифа. Если вы посмотрите, то они будут похожи на имитацию руки. И фишка в том, что это все как бы резиновое, то есть растягивается и может служить как расширитель грифа. В нашем случае мы используем эту всю историю на рукоходе, таком небольшом, нашим теплом и ламповом, но которого очень сильно достаточно. История включается вот в чем. Ваша задача выставиться, большие пальцы продеть в отверстие, жестко зафиксироваться пальцами и попробовать попотягиваться. 4 подхода по 10 повторений. История заключается в том, что здесь очень тяжело контролировать именно кисть, особенно для тех, кто только-только пришел. Они приходят в зал, начинают стягиваться и в этот момент, когда хотят потянуться, у них проваливаются кисти. Соответственно, не допускать этой позиции и жестко контролировать кисть. Видео, вот это, брат. Я пошел дальше. Почти сотка, сука. А сколько ты можешь? Сколько я могу? Не знаю, давай посмотрим. Вообще, я всегда выжимал плюс-минус свой вес. Ну, типа, там, когда весил... Я хотел сказать 65, а Азиз такой, 46. О, ну, я примерно так и вешу. 86, 84, 8. О, о, о. Есть запас. Значит, надо набирать вес, получается, как будто бы. И давление внутричерепное сразу такое, типа, о-о-о-о. Слушай, ну, на самом деле, я считаю, то, что можно по тому, куда давит человек, определить его, ну, типа, психотип или как-то так сказать. Ну, в общем, то, куда тянет человек, когда сжимает ладошку. То, что человек кто-то сбоку, кто-то вниз. Да-да-да. А кто-то между ног. Надо создать эти психотипы, короче, такие именно. Несколько типов людей, которые вот это все делают по-разному. Если у вас есть такие люди, накидывайте в комментариях. Короче, надо вам сказать такие вещи, то, что... Так как я знаком с очень многими людьми, и, блин, многие из них здесь были, некоторым... Мы привозили свои столы в другие страны, неважно, ну, с арм-прицепом. Кто и не видел видос на канале, как мы с Базбой ездили на злотый тур, обязательно гляньте. Короче, мы оттуда привезли вот такой вот пуфик. Он уже немножко подтерся, но это автограф Лората. Something Only Harder. Дальше. Рыви, ломай, доминируй. Это автограф Дениса Цыпленкова. Следующий. Вот на этом. Вот на этом. Я даже знаю каждый. Только вперед. Вывода. Вот. В общем, да, дальше больше. И таких ништяков очень много у нас. Типа, прям вот они... Ты только посмотри, сколько паха там происходит со столом прямо сейчас. Есть? Три стола, на которых кипит борьба, да, и отработка. Дальше. Здесь еще два стола, за которыми идет жесткая рубка. Короче, и это мы только работаем с железом. Сейчас мы перейдем потихонечку на спарринги. И это начнется совсем другая история. Можно сказать, что сейчас происходит только экватор нашей тренировки. Дальше больше. Поехали. Вы что делаете, парнемся? Пляшем под драмчик. Подожди, разгон. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, вот именно таким выдался очередной наш видос Это обзор на нашу тренировку, обзор на наш зал Я понял то, что надо в следующем видосе обязательно уделить особое внимание тем ручкам, которые у нас есть Для того, чтобы вы примерно понимали, какой необходимый минимальный набор гаджетов нужен человеку для того, чтобы заниматься арместингом Ну, а всем вам спасибо большое, что досмотрели этот видос до конца Ставьте Лупкиса, Личарда Лупкиса, пожалуйста, для тех, кто знает, тот знает Ставьте комментарий и не забывайте подписываться на канал До встречи в следующих видосах Пока-пока